Алексей Ягудин передал ВУЗу свой костюм «Человек в железной маске», в котором он в 2002 году выступал на зимних играх в Солт-Лейк-Сити. Напомню, что тогда фигурист побил сразу несколько олимпийских рекордов. Ему присудили победу все девять судей. Он стал первым в истории победителем игр, выполнившим два прыжка в четыре оборота в программе, один из которых в каскаде. Тогда же Ягудин стал первым в истории чемпионом в мужском одиночном катании. Привез в Сочи Алексей и костюмы своей супруги Татьяны Татьмяниной и ее партнера Максима Маринина, тоже олимпийских чемпионов, но в парном катании. Ранее эти костюмы на постоянной основе нигде не выставлялись. Точную дату открытия музея не называют сейчас. В помещении заканчивается установка оборудования. Пока же костюмы прославленных российских фигуристов украсят Олимпийскую галерею, где уже размещены спортивные реликвии и сувениры, полученные от лидеров Олимпийского движения, представителей национальных комитетов, известных атлетов и выпускников университета. Уже существует такая Олимпийская галерея. Ее очень часто посещают и гости города, и жители города. И, собственно, мы очень гордимся тем, что у нас есть вот такая большая коллекция артефактов. Стоит сказать, что по факту большинство студентов Олимпийского университета – это бывшие профессиональные спортсмены. В Олимпийском университете они получают образование, которое поможет им совместить свой опыт, допустим, с журналистикой или менеджментом. Многие спортсмены, заканчивая со спортом, либо спиваются, либо ничего не делают. Самое простое для них – это стать тренером. Но ведь, наверное, неинтересно жить на планете Земля, если ты не ставишь более глобальной целью. Добавлю, что сейчас Алексей Ягудин активно гастролирует, выступает с мотивационными лекциями, работает на телевидении и осваивает театральное искусство.